Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Тут в воскресенье у нас на богослужении литургии. Отец Аким поминал слух патриарха. Я не слышал, я слышал только митрополита Сергия. Еще в этом такого нету, мы в близких отношениях. И тут сразу у нас пошло такое. Конечно, голос был поднят Игорем Дубуновым, а тут по интернету пошли. А вы уже все, вы в московской патриархии. Все. Это как дети мало играют, и я не знаю, что на это отвечать даже. Ну, разве так можно рассуждать? Да кого и там уже нет у вас в зарубежной церкви-то? Ну, да мы же не в зарубежной церкви, мы у Бога. И зарубежная церковь только что приняла нас под свое крыло, когда образовали общину. Был и епископ Ивтихий. Потом он пять лет был в перерукоположении. Все нормально, приняли в сущем сане его пять лет. Он векарном был, домодедовским. Все. Так вот на два вопроса приходится отвечать. Так к зарубежной мы относимся или нет? Да, к русской православной зарубежной церкви. Да как же там сказали, что вас нет в списках? Я ничего не могу. Духовный рассуждает о всем, а плоской он не может рассуждать. Вот я все думаю, деревянные мозги. Вот привыкли, вот так сказали. Это все остальное, это люди придумали. Люди. И Бог-то будет судить не по этому, а по закону своему. Слово мое, которое я говорю, оно будет судить в последний день. Мы епископы признаем? Да, признаем. Нас приняли они, у нас документ есть. Приняты в зарубежную церковь. Наша община была в московской патриархии? Не была. Поэтому создать подобное уже нельзя. Исторически мы живем в другой эпохе. Мы не были в московской патриархии ни одного дня. И чего ради мы будем там? А вот дальше это нужно как раз рассуждать. А их, ну там когда это был акт о экономическом общении, акт, то есть чтобы признать друг друга, что там и там благодать, зарубежная московская патриархия. А до этого они не признавали. Те раскольниками считали, а этих считали, они вообще безблагодатны. А мы считали всегда с самого основания, что благодать есть и там, и здесь. Мы ничего не изменяли. И когда начали говорить об этом, от нас был там представитель один раз, отец Аким ездил в Америку, это все зарубежные собрания было там у них, съезд. А потом с Виктором Андреевичем Яковлевым, с врачом ездили. И как они приехали, как Виктор рассказывал, и ходили люди, не давали даже на аудио записывать. Это явно что-то тьма непрорубная. Любыми путями соединить. А кто на это пошел? Соединить, а не экономическое признание. Путин, полковник КГБ. Это большая заслуга. 365 точек, которые могут работать на него. За рубежом открылись сразу. Такого в Водовасском эти никому. Я думаю, не сам он додумался, у него хорошие советники. Так я думаю. А те рады были, встречались. Да разве митрополит Виталий пошел бы на это? Или Антоний Храповицкий? Или Филарет, который там был, Вознесенский? Грибановский этот, Анастасий? Ну, говорить даже не надо. Антоний Храповицкий. Виталий мне писал, рукой писал, непечатное. Что мы стоим перед решением признать московскую патриархию вообще безблагодатной. Но этого не было сделано. И хорошо, что не было сделано. И когда стали они, только о признании, о признании акта. А потом я говорю, нет, они дальше начнут, дальше в организме. Они не могут, они идильцы мирские. Патриархию, знаем ее образование, кто ее образовал. В сентябре 43-го года Сталин с Берией Лорентьевым Павловичем сделать карманную патриархию, развозить заразу коммунизму по миру. Все. О спасении душ они не думали. И не надо бояться этого. Надо признать, как это было. Как это действительно. И вы считаете, да, считаю, что благодатно. И поэтому я 56 лет работаю благовестником и миссионером. И никого никуда не направлял за эти годы только в московскую патриархию. Для людей это вообще непонятно. Сами ее боитесь, а туда... Не то, что боимся, мы опасаемся. Я ничего не заготовил, так просто говорю. Никакой, может, последовательности этой не будет в рассуждении, но смысл такой. Они дальше потянули. До этого бились, отнимали, выбрасывали. Там на Иллионской горе Мария Магдалина. То есть за храм. Они борются за храм. А другое-то что они могут сделать? Убивать не разрешают. А до этого предавали истинно православные христиане. Все это, официально все делали. И гонений нет здесь. Расстреливают десятками тысяч, сотни. Нету за гонений. То есть обманщики. И когда готовились к тому, чтобы от признания акта о каноническом общении, зарубежные говорили, даже то, что в экуменизме они там, это даже не столь важно. Самое главное, что они не держат своего слова. Они бесчестные. Как в мире называют подлые. Только сегодня разговаривали. Сегодня согласились. Завтра я ему говорю, мы же договорились. Нет. Так аж и нет. Вот у нас встреча в местной епархии. Тогда был здесь Максим Дмитриев, епископ. Где-то там в Ельце, в тех краях он. Мы были у него. Договариваемся. Встреча у нас была. Здесь приходили благочинные. Ну, как бы на сближение. А сближение, я говорю, в деле. А дело какое у нас? С вами-то. Только благовестие. На благовестие. Я им сказал здесь. Давайте запишем. Как мы понимаем. У нас опыт. У вас опыт есть? Никакого. Ну, дома они там где-то кому-то что-то. А здесь так нет. У нас не то, что опыт, а буквально все вобрали в себя. На благовестие прошли мы 120 тысяч километров. 600 городов, районных центров. Это за три года только. Не считая 30 тысяч домов вокруг Потеряевки, где в селах по Алтайскому краю. Мы говорим так вот. Едем на своей каждой машине. Вы берете команду. Мы едем трое. Два благовестие. Два. Два это миссия. А три это уже благовестие будет. Ну, ладно. Как бы согласились. Так, у вас свои машины. Вы можете одну, две машины брать. Больше брать. Ну, раз благовестники. То есть неограничено. Подходит? Подходит. Второе. Так у нас нет. Дальше. Литературой мы вас снабжаем. Даем вам Евангелие, Новые Заветы и прочее. Бесплатно даем. Вам подходит? О, конечно. А то мы думали, как. Дальше. Вот, ночевать будем. Где хотите ночевать. Но чтобы утром при подъеме подъем всегда одинаковый. Тут четко. В 4.40 подъем. Если в дальнем путешествии, подъем в 2 часа ночи ехать. Если мы согласимся ехать далеко. Дальше уже все как есть. А почему? Никаких почему. Я вам просто диктую уже здесь. Объясняйте так понятно. У нас строго. Но я спрошу кого-то. Во сколько вы встаете? Когда как? Это значит спит. Я люблю долго сидеть. Это означает. Любит долго спать. Сталинский режим. Ночной сыч. Который рано встает. Называется жаворонки. Это разница есть. Совы, которые поздно встают. Совы и жаворонки. Что тут спрашивать? И вот я ему условия говорю. Дальше. Готовите пищу сами. Мы себе. Вы себе. Можете с нами рядом ночевать. У нас опыт. Мы знаем где ночевать. У нас собака будет с собой. Можете отдельно от нас. Ну не конечно. Чтобы не было у вас курящих. Пьющих. Этого чтобы не было. Так. Теперь. Мы назначаем такой-то город. Село приезжаем. Мы там. В библиотеку. Отдаем книги. Дальше. Если это село большое. Мы обходим его. Ну договаривайтесь. Вы с севером. Вы с юга. Так. Чтобы обхватить все улицы. Все дома. И приглашаем на три часа. В Дом культуры. Ну ты далеко ехать-то. Дальше. Каждый из нас. Дальше говорит. Примерно по 15 минут. Я буду говорить. Из вас кто-то будет говорить. Вот так. Здесь мы уже одинаково. В конце говорим. Чтобы открывать храмы. Нужно обратиться к епископу. Тогда он епископ был. Максим. Епархию Барнаульскую. Тут одинаково все. И всех приглашаем в храмы Московского Патриархата. Подходит. Так конечно подходит. То есть. То что я делаю. Работаю и даю. И все это для Московского Патриархата. Подходит. Подходит. Пойдут. Нет не пойдут. Я их снабдил. И дал что. И говорил нет. И вот мы когда беседовали. Наш епископ Евтихий Курочкин. И этот был Дмитриев Максим. Ну и дескать. Какое-то дело зашло. И что так и так мы. Мы у нас встретились здесь. В Барнауле. В общине Крестово-Движенское. А потом следующее у них епархии. Епархии благочинных кажется. Трое там было. И священники. Ну ясное дело что все под контролем. Мы договорились. Все мы записываем. Записываем. Согласны. Ну конечно. Что тут такого-то мне. Отвечают. Они которые были. Я говорю. Вы посоветуйтесь. Чтобы не было это. Ну поговорили они. Епископ. Согласен. Ну вот мы сидим за столом. Я говорю. Так. У нас люди пришли. Мы договорились. Кто придет. Вас не касается это. Мы договорились. Все будут снимать. Нет. Мы решили чтобы не снимать. Так сегодня утром только я звонил вам. Вы сказали. Ничего не меняется. Говорили. Ну мы. Как в одностороннем порядке решать. Когда мы договорились. Ну. Мы все равно сделаем. Рукой то можно записывать. Да рукой то успеют записывать. То есть явно дело мухлюют. Называется. Обманывают. Обманывают. Но мы договорились. Я говорю. Договорились. Сидит здесь отец Аким. Ну. Все у нас как надо. Епископа два. Как назвать это? Недержание слова. В мире просто подлость. Подлость. Утром я звонил. Пришел корреспондент. Съем. Фотографы. Профессионалы. Высшего класса. Чтобы все было зафиксировано. Нет. Не надо. А почему не надо? А что мы? КГБшники какие. Так вы есть КГБшники. Вы боитесь. Мы-то не боимся сидим. Мы договорились. Тем более договорились. Никак. Я встал и вышел. А мне потом говорят. Он спрашивает. Что-то Игнатия долго нет. А Евтихий говорит. Нет. Он уже не вернется. Он на это не пойдет. Евтихий ему говорит. И он ноль внимания на это. Я поговорю. Что такое? И когда мы беседовали там в епархии. Там еще одна беседа была. Благощинная. Я говорю. Вы знаете. У нас как служба. Какой порядок. У нас с места на место даже не переходит. Ни одного слова шепотом. Никакой торговли. Вот. 27 лет мы зарегистрированы. И ни разу никто с тарелкой не ходил. Нет. Свечи никто не ставит. Потому что купленный воск на пасеке. Безобманный. И сами сестры льют свечи. И батюшка ставит сколько хочет. У нас святая десятина. Она все покрывает. И крышу покрыли. И не надо денег вот этих. Никакой торговли нету. Вообще нету. Ни крестиков, ни иконок. Нигде не продают. А как? А в трапезной мы на стол положим. Что застали купили. Кому надо. Берите. И каждый берет. Ну разница или нет. Повторяю. А возьмите во внутреннем. Как к нам люди заходят. Все знают друг друга. Все одеты по форме. По форме одеты. Чему цариса Савская удивилась, когда была у Соломона. Как щинно служит. Как все в порядке у нас. Без семи минут свет гаснет. Мигнул. Все заходят в храм. Все. Даже креститься, кланяться нельзя. Зашел, перекрестился. Семь минут полной, абсолютной, безвижной тишины. Благодарим Бога за прошедшую неделю. За батюшку. Чтобы огненным было служение. Сердце наполнит благодарностью. Тишина. Семь минут. Дети все стоят. Никто никуда. Через семь минут, значит, заходим в трапезную. Дети там урок проходят. Какая-то счастье. Но дети еще на службе не понимают. Это мы все выставляем. И в это время открываются царские врата. Батюшка начинает богослужение. Будет у нас это или нет? Если у нас будет там другой. Не будет. Дальше у нас икона висят. А между иконами надписи священного писания. То есть у нас везде-везде. Так что мы, баптисты что ли? Нет, у нас баптист только один здесь. Это батюшка. Баптист, значит, креститель. Который крестит. Володя, посмотри, они еще делают. Это я сейчас кошек уберу. Вот они. Они сбивают буквально. Проверить надо, ладно ли там. Ну-ка, разыгрались. А потом будете играть. Убирай ногу. Покажи их. Вон какие игровые. Ну, прям сшибают. Им интересно. Ночь-то прошла. Вон он там играет еще. Я говорю, так написано на воротах, на косяках. Везде надо написать. У нас написано. Красиво. Вы сразу уберете их. Нигде этого нету. Дальше. Ваше крещение, что вот вы мочите за деньги, без подготовки. У нас ни одного нет. У нас все крещеные по вере. Не считая детей, которым верующих родителей. Все. Никакого перекрещивания нет. Они были обмануты. В озере крещеное. У нас подготовка от трех до пяти лет. Пятьсот часов академических. Пятьсот. Они даже пятьдесят минут не тратят на человека. Пришел человек. Деньги, 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 деньги. Это предприятие Софринское. Это его отростки здесь. Вы сразу сделаете все по-другому. У нас были священники. И патриархийные, и другие. И зарубежные церкви. И все понимают нам эту общину. Если бы так коснулось священника, нет. Тут приехал протеерей, служит. Из московской патриархии. В алтаре. В Потеряевке. Летом как раз много в лагере все. Я говорю, думаю, а что же? Уже все. Восемь часов. А никого нет. Дверь открываю. Полный храм. Ни звука, ни шума. Никто не ходит. Свечки не ставит. Как Максим Степаненко об этом подметил. Он молодец. Говорит, и дети малые. Только один ребенок писнул один раз. Говорит, и замолк. Как это удается-то, я не знаю. Ну, зазомбированные. Как понимают. У них же деревянные мозги. Зазомбированные. Гуру. Это священники. Морские. Плацкие. Безбожники. Рассуждают. А Максим правильно по-духовному рассудил. Это работа. Работа. Я 45 лет в детской лагере. Я взял на неделю детей. Не знаю, что с ними делать. И дальше я все показываю. Как у нас идет богослужение. Никаких переходов. Никаких движений. Разговоров. Все идет щинно. Будет ли это у нас? Нет. Даже епископ наш говорил. Везде он бывает, решает вопрос. А у вас я чувствую себя как подвешенный. Такие вопросы. По священному писанию. Ну люди знают. Занятия идут. Сейчас даже раз идут по скайпу. По скайпу идут 3. По полтора часа. Три раза в неделю. Да занятия еще в воскресенье полуторачасовое. Непосредственно. Прям в трапезной. Будет это? Не будет. То есть они сразу все разрушат. Дальше. Уязвимость. Нам перейти в Московскую патриархию. Официально. На собрание. То есть у них апперхальные, когда бывают собрания. Батюшка там ни разу не было. Мы в них не счистимся. Никуда мы не переходили. Я к тому говорю, что ошибаются те и другие, когда нас рассуждают. Наша община. То, что я говорю. Вот это. Что в каждой где-то местности нет такого. Это не просто уникально, а единственное. Единственное может за 2000 лет. Такие правила. Все на основании Слова Божия. В проповеди. Раньше я говорил про проповеди. Две проповеди. А я какой там считаю. Ну, чтец. Ну, про стец, как царабляться, говорят, мирением. Рукоположили меня для того, чтобы при... В храме можно было говорить и при епископах. Вот митрополит здесь был, епископ был. И просят сказать проповедь. Просят во время литургии. Я скажу, у меня опубликовано 1173 проповеди. А тысячи, там уже тысяч пять проповедей так и ушли. В неделю примерно я иногда говорил по шесть проповедей. Две проповеди за каждым богослужением. А если еще посреди недели праздник, ну, ты считай, предпразденство, праздник 4 и 4 суббота, воскресенье. Вот это будет, не будет. Не будет. Все, что у нас есть, они постараются подогнать под себя. У них задача подтянуть к себе. Дальше всосать в свою организацию религиозную. И на этом все закончилось. Дальше батюшку они сразу сместят. Деревня разрушена будет. Лагеря не будет. Хотя сейчас, в данном случае, он в ином формате. Его нет уже. Вот так. Вот почему нас там ожидает смерть. И когда мы беседовали, я говорю, вы хотите, чтобы у вас это было? Ну да, так вот. Не будет никогда. А спросите нас, хотим ли мы, чтобы у нас было как у вас. Вот проходной двор заходит, торгует. От бровного движения. Никак. Я говорю, мы у вас щуждаемся, щураемся, как болотной чумы. Вот почему мы не там. Нельзя быть. Они не меняются. Нисколько. Слово свое не держат. А когда беседовали, этот говорит, Максим, епископ-то. Ну как же вы не верите-то? Ну вот гарант ваш, епископ. Да какой гарант? Он полумертвый, он все время болеет. Теперь того нету и другого нету. Вот и все есть гарант, все кончилось. Какой гарант? Гарант Слово Божие и Слово перед Христом. Евангелие неизменное, вечное. Поэтому, когда стали уже втягивать, всасывать в себя буквально, торопиться. Ну около 13 разных осколков в зарубежной церкви, там друг друга не признающие. Отдельно там пасечник Тихон в Омске, Агафангел в Пашковске в Одессе, Антони Орлов, тот остался там. Что там осталось от него, Никита Феоктистович. Ну и там и других, кто знает, сколько есть. А тут сейчас и старостильные греческие появились, и даже сербская. И тут тоже, ну, разогнанная паста. И каждый по овечке старается. Он любую шалудивую тащит к себе. Мы не сдвинулись никуда. Мы единственные из сотни разных приходов, несколько сот, там одного русанцева сколько было. Это все зарубежно относилось тогда. И мы никуда. И мы заранее сказали, что мы примем любое решение. Речь шла о каноническом признании. Не объединения этого слова даже не было. Вот если, вопреки Слово Божие, мы не примем. Почему? Без епископа нельзя. У нас есть епископ. Какой? Да не епископ, митрополит. Иларион Капрал. Вот, за рубежом. Так он и вас вычеркнул. Ну, вычеркнул, потребовали это. Что спрашивают? Ну, что мы, глупые, что ли? Им сказали. Ну, понимаете, ну, нету и все. Нету, ну, надо сделать, чтобы никого не было. Есть, но их нету. И тогда они четко, ясно говорят, нету. А куда делись мы? Никуда не делись. А было такое в истории церкви? Да не было никогда. Все супер уникальное. Чтобы отказались от овечек своих. Ну, как это так? Мы ничего не сделали. Нам претензий никаких не было. Это они. Там политиканствуют. И что-то изменилось у них? Нет. Такие они и остались. Поэтому мы находимся в русской православной церкви за рубежом. Поминаем своего первого иерарха Илариона. А когда они у нас служат, приезжают, понимают, поминают святейшего патриарха, великого господина. Для нас он не святейший и не господин и не великий. Мы знаем, слишком-слишком много. И об этом написано. Ну, а когда они приезжают и произносят, ничего, молимся. Я о нем каждый день молюсь. Ну, нельзя так. Вот я, допустим, зашел, а они у нас помолились. И теперь все. Вы уже все. Все-все-все. Вы патриархи. Вот я захожу в мечеть, в город Баку, Азербайджан, это, Азербайджан, да. И я молюсь там. Молюсь, кланяюсь. Меня окружают мусульмане. Они там были, как ваххабиты все сидят. Дружеские разговоры, они меня провожают. Я еще мусульманином стал. Вот мы находимся здесь, уже в Дагестане. Поднимаемся в библиотеку и видим комнату для намаза. И вот мы, когда книги уже подарили, а там библиотекарь мужчина суровый такой. А тут расположился, улыбается, мы говорим, а можно тут помолиться? Ну, какой разговор, заперто. Сейчас он звонок, мы идем, уже все. Мы разуялись, замки сняли. Мы заходим, молимся там. Я что, мусульманином стал? Ну, маленько-то свои размочарки, деревянные гнилые мозги. Верующий судит обо всем. Дальше. Находимся в Томске. Мы приходим на богослужения к католикам. У них Анжей, там, их священник, ксенц. И когда прощаемся, мы едем в далекое путешествие, я подхожу под благословение. Я католиком стал. Я ссылаюсь патриарха на Алпеева. И другие приезжают, встречаются вместе, ничего особенного нет в этом. Я признаю. Но я никуда не двигаюсь. То есть, понимаете, вот такая зацифрованность какая-то, замшелость. Вот если увидели так, им надо обвинить, в какую-то строку вогнать. Ну, лживость. Везде так, с тех, кто у сектантов нет икон. Вот один из примеров. У сектантов нет икон у них, и что? Так а вы сектанты? Так у нас иконы нет. Вот пришли люди от них, патриархийные, молились. И потом говорят, а мы были у них иконы? Так они это ради вас повесили. То есть, он заранее априори занес меня в сектанты, а дальше ему это преподавали. Он изначально идет ложным путем. Нет этого у нас. Что вы написали-то? Нет этого. И приходите, молитесь. Ну, бритые, конечно, это один вопрос будет. Если мы видим, что вы бритые, неправильно крещеные, будете соглашенными выходить. А как же с этим, с вашим митрополитом Сергием приезжают там и бритые, бывают такие, ну и другое. Да, бывает. Вот, вот, и экономия вот здесь у нас играет. То есть, я смиряюсь и думаю, вы берете это на себя, мы им сказали. У нас это не положено. А мы вам даем право у нас вот один день похозяйничать. И мы видим, что будет. Дальше будет вот это, бритые, неверующие и все остальное. Ну, вот, приехал один раз, и бритых нету уже никого. И семинаристы, может, кто-то бреет, и хористы. И все они переоделись в один день, как наши. Маша Барабаш взяла их себе домой мигом. Все можно. А если было бы 700 человек одинаково, кто приезжает, мы сразу выносим им платки, юбки, и они переодеваются. У нас порядок строгий. Вот я говорю, почему мы находимся в зарубежной церкви, и я наказываю, вот я завещание даю. Первый пункт никогда, ни под каким видом, ни под каким обещанием в московскую патриархию не входить, чтобы они имели власть над нами. Они сразу нас уничтожат. Власть, у него власть. И вот сразу архиерей, батюшка другой, они перекидывают. А зарубежные, они умирают на этих приходах. Большая-большая разница. Все-таки, как бы то ни было. Они что-то сделают, из-за зарубежной придут, они тут соединят, образуют, ничего не образуют. Они их растворили, они сделались такими же, такие сами. Но один заразный, если среди группы здоровых, то он их сделает заразными. Но один здоровый среди группы заразных, он может их сделать здоровыми? Нет, конечно. Ну вот так и дело обстоит. Мы находимся по сегодняшний день, а это у нас сегодня 21 декабря 2018 года. У нас кто не постится, такие если были, то он будет за дверями стоять, на два года отлучаются. А там-то там вообще никто не знает. Все виды беззаконий фиксируются. И здесь есть и пяти ми-я. А бывает такое, что женщина там изменяет мужу. Были ли случаи? Были. Были. Семь лет или восемь она стояла за дверями. Она выходила. Это я видел. Я уже догадываюсь, как долго выходит. Тем более, никакого тут уже секрета нет. Она не замужняя. Муж не убьет ее за это. Вот так. Там ничего этого нет. Там на вторую букву алфа это переполнена церковь. И торговлю не убрать нигде. Чтобы совершенно никак, ни во дворе, нигде торговли не было. Не было. За пределами, где-то далеко там, может быть. У нас этого нет. Поэтому нам на объединение идти никак. Они не меняются. У нас страх смерти. А вот так, как есть сейчас, это самое лучшее. Приезжает митрополит. Хорошее отношение. Вот батюшка сейчас ездил в военный городок. Там служил. А он уезжал. Он ему дает такое, такое. Батюшка обратился, чтобы дал удостоверение такое. Почему? Потому что он едет в такие места. В другие республики и государства. Иногда на Украине. И можно, нет, причащаться. Необходимо. Он не диктовал. Они так написали. Но из этого видно, что он им не принадлежит. Ну, допустим. Имеют полное общение, Игнатий Тихонович, через нашу епархию. Слово РПЦЗ не упоминается. Но тут понятно. Имеют общение. Православный мячок, говорит, имеет общение. Он там состоит. Мы имеем общение через местную митрополию. А если дальше... Дальше будет не так. Уберут этого у нас митрополита. Мы не надеемся уже. И так слишком много Бог нам дал. Мы прислали там район, к которому мы относимся. Игнатий Тихонович, Владислав Севолод, кажется. И вот. И что он в один раз? Только приехал, не знает там, с Украины. Сразу объявил войну. Ни разу не встречался. Ничего не знает. Это внутри его. Он кинулся на нас сразу же. Которые священники приезжали. Он мгновенно всем запретил. Иначе он их сожрет. Как лютый, бешеный волк. Это... Я даю не характеристику ему. Он такой и есть. И с тех пор, которые связи были установлены, Московской Патриархии, никого уже нет. Его приглашаем на каждое торжество. Он ни разу не приехал. Почему? Он враг. Враг истины. Чуждый человек. И они его не видят. И он такой над нами будет. Епископ. А если я уже в Патриархии, то разговоров никаких нет. Какие они сделали сейчас? Старосты избирают? Нет. Никакой власти нет. Новый устав. А мы делаем сами. Избираем. Открытое голосование. У нас смотрители есть. На все должности. И все голосуют. Этого не будет. С нашим радикализмом, как говорят, будет покончен в один день. А мы встречаемся с кем мы хотим. У нас не запрещено ходить к сектантам. Но только ни одному. И там свидетельствовать. У них все. Не ходи. Прогони. Ну и прочее. Вот они принимают решение. Это они спровоцировали против свидетелей Евгова, чтобы запретило государство, отняли дома. Это беззаконие. Это вопреки Конституции. Никакого вреда в этих еретиках не было. Я говорю о том, что президент, кто он как царь, батюшка, для него все одинаковые. Какая вера, какая религия, какая организация. Я не свидетель Евгова. Свидетель, да, я свидетель, но не по названию их, как у них. Я говорю, кровь хлебать будем, захлебываться. Они сейчас с ними покончили, дальше до нас доберутся. Ну, просто надо реально смотреть на это, не радоваться. Этого ничего у нас не будет. Повторяю, мы находимся в РПЦЗ. И чем выявляется? То, что батюшка вот это произнес, мы сразу выговорили. Он ездит везде. И привык там где-то. Ну, где-то там, других он служит. И мы его ничего против не имеем. А если митрополита Сергия упоминают? Ну, ничего нет, упоминает. Это очень хорошее дело. У нас хорошее отношение. Он нам не вредит. Ну, митрополита Сергия, Иванников его фамилия-то, я не знаю, другие. Но кого знают, а нет, думаю, таких больше. Он один, может быть, такой на всю патриархию зарубежную здесь. Он как отец родной принимает, и спрашивает, и интересуется. Ну, просто хорошее внутреннее отношение, где внутри сердце расположено к нему. Ну, его уберут и дальше. И он не настаивает, чтобы упоминали. Есть непоминающие, как он Лонгин, он епископ Жар Михаил бывший. Он не поминает и ничего, а сам московская патриархия. И в зарубежной церкви есть много, которая не поминает. Патриархия с этим согласилась. Нас к этому не побуждает. Зачем батюшка это делает? Зачем туда резет? И мы выговорили, он сказал, больше этого не будет. Вот и весь сказ. Не надо за это цепляться. Мы? Ах, какая благодать! Да теперь они, раз он нас служит... А... Слава Иисусу Христу! Знают, как я тут. Если решено у них против нас что-то, а на них все эти решения бессильны, пока мы у них не находимся. А они над нами никакой власти не имеют. Эти отказались, а эти рядом здесь, а мы у них никогда и не были. До ней не претендуют. И тут не надо уже никак. Тут одно время было даже, один человек, мой крестник, еврей, Наум Израилевич Борщуков из Белисси, написал в местную митрополию, дескать, у вас такой человек, и вы им, то есть он мой крестник, и вы мне воспользуетесь. Приехал ко мне сюда протоиерей, мы побеседовали, чтобы я у них семинарии преподавал. Я сказал, какие географии, житийные, допустим, я беру, противосектантские. Дальше. Закон Божий, Ветхий Новый Завет. Эти предметы я могу взять. Условия. Я делаю все это бесплатно. Дальше буду не один, буду приходить три человека. Один у меня, что я не раз слышу, переводчик, один снимает. Согласны. Согласны. Я их нагрузил книгами, подарил архиерею, подарил, кто приехал. По сегодняшний день ничего нет. Ну, хотя бы сказали, мы подумали, испугались. Я говорю, я буду вот так вот, как есть, заплатанный такой, выходить ничего. Да нет, ничего. То есть уже все-все обсудили. Ну, хотя бы откат дали назад. Сказали, мы подумали, мы испугались, или нам не разрешили. Попробовали, но ни разу не было. Повторяю. Вот это вот недержание слова. Я вел занятия в одновременных пяти институтах, университетах там. И они пришли в одном АГТУ, там 21 тысяча студентов. Большой университет. Из 18 стран присылают только учиться туда. Государственный технический университет. И они пришли из эпархии, тогда при Максиме. Гончаров принес секретарем, был ли кто у них там, Сергей Михайлович. О том, чтобы меня вышибли из университета. Ну, у меня там уже, как говорят, все было схвачено. И ректор, и Сигнеев Владимир Васильевич, царство ему небесное. Дай Господи. И проректор, Семкин Борис Васильевич, все были за нас. И ход не дали. Говорит, а зачем они эти дела, чтобы мы вас выгнали? Говорит, то разве мы на это пойдем? Не под каким видом? Ну, и говорит, порвано было, и выбросили все это. Я не сразу, как будто этого не было. А тут статья про меня написала, в краевой губернской газете, хорошее об издании книг. И они заглохли. Они все время за нами охотятся. Но власти нет никакой. Но если мы войдем в Московскую патриархию, они сразу уничтожат. Я обязан подчиниться? А сейчас я не обязан, я там никогда не был. Надо мной они имеют такую же власть, как мусульмане, как баптисты, как католики. Не большую. То есть никакой. А мы ни на что не претендуем. Мы молимся за всех. Я молюсь всегда, каждый день, за папу Франциска и Венедикта. И подарил, ездил туда, в Ватикане, когда был, подарил им книги. Подарил. Мы молимся за всех. А это нет. Они против моих книг. Три центрских отделов. Какие центрские? Это Тула, Новокузнец, Кемерово. Там еще где-то. В Дворкину там подпрыгли его этого. Неверующий совершенно человек. Засланный сюда. Один из самых главных вредителей на травле друг на друга. Я о Дворкине говорю. Почитайте в интернете о нем где. Считают его за верующего. Дальше. Одесский монастырь книги отостали. Киево-Печерскую лавру. Там профессора задействованы. Мне пишут оттуда. И что? Ни худо, ни бедно. 15 лет. Можно было что-то найти в моих книгах. Не нашли. Но стараются отовсюду их вырвать. Говорят, они сжигают. Слышать слышал, но не видел. Не знаю. Это уже они богохульники. В каждой книге у меня в томе 3000 ссылок священописания. Они бы... Ну и 4124 вопроса-ответа. Они могли бы по вопросам прогнать это. Нет. Они говорят, что самоубийцы, чтобы личную встречу с вами иметь. Я на сегодняшнее число заявляю. Нас Господь дивный хранит. На молитве сегодня считали пятый псалом. Ну, посчитайте. Я считаю, мы считаем псалтырь на каждом богослужении утром. Все псалмы для меня написаны. Для меня и для моих врагов. И главные враги это патриархийные. Всякую гадость говорят. Пишут. Ну и прочее. Вот сидят в радиостанции. Там Благовест, Томская. И изгаляются над всеми. А у них ничего нет. Нет. А мы показываем все. Все у нас. И как баню топим. И как в храм собираемся. И как деревню отстраиваем. И как лагерь. И какие беседы. И какие где встречи. У них же ничего этого нет. И зачем нам это нужно? Давай, садись мне на шею. И убей меня. Смешно даже. Но вот батюшки не будет как. Вы сейчас покающего живой. Метрополит Сергий. Такие хорошие отношения. Мне протеерия звонит. Чтобы из ваших кого-то руку положили. Чтобы у вас был священник запасной. Отвечаю. Никак не получается. У нас даже в семинарию пошли. Один бросил. Один уехал. А третий неизвестно потерялся где. Вот и все. Ну а если вы поставили кого-то. Ну есть кого поставить без семинария. Можно. Но он не поставит. А почему? Я не знаю почему. Но как думаю так. Есть правила такие. Для чужой епархии не ставят. Если вот так гонение когда-то. Тогда разницы нет для кого ставить. А тут он поставит для кого? Для заурбежной церкви. А это другая епархия. Он не пойдет на это. И наши этого не видят. Как будто бы не знают. И батюшка на то, что поставили. Не понимают. Не видят. Недуховное рассуждение. Сразу. А вы духовное. Я просто рассуждаю. Лежа как. Ну один из вариантов. Батюшки нет у нас. Отношения сохраняются хорошие. Дальше мы распризнаем благодатность. Каждый причащается во время поста. Где ближе какой храм. Приходить по форме одетым. Все соблюдать. Или одного какого-то священника знать. К нему ходить все вместе. Чтобы там причаститься. Или. Так как хорошее отношение. Священника пригласить к нам во время поста. Заплатить. Все как положено. Заплатить не за службу. За то, что он был здесь. Ну а платить как работу. Чтобы он пришел. А может даже чтобы он. Хотя бы раз в месяц. Кто-то был договориться с этим архиереем. Батюшки нет. Тогда когда он у нас будет. Он будет произносить. А мы скажем. Здесь не произносить. Можем договориться. В нашей общине не произносить. Великого господина. И отца нашего. Потому что это все ложь будет. Я не скажу. Поминайте. Безбожника. КГБшника. Пьяница. Тоже нельзя говорить. Михайлова. Я ничего этого не добиваюсь. И не надо. Ну а если рукополагать. Не пойдут думаю на это. Хотя не обращались. Но. Вот если бы кто-то из зарубежной церкви тут приехал. А той которая подчиняется Илариону. Священник сюда. Приехал в Россию. И мы его узнали. Его бы мы приняли. Потому что это одно и то же. Вот. Я показываю три варианта. Если батюшки не будет. Ну а сейчас батюшка здесь. Еще нету. Вот такой я даю. Даю ответ. И на этот ролик будем ссылаться теперь всегда. Все. Посмотри что они там делают. Сейчас я их открою. Ой. Он ее заденет. А она прямо из себя выходит. Видите. Вот они. Раз. Так. О. Герой какой. Ну власть. Какой епархии тебя приписывать. Мышей ловить. Хороший вырос. Так. Так. Все. Богу нашему слава. Во веки веков.